Одна из самых известных и красивых актрис в мире. Ей завидуют женщины, её боготворят мужчины. До того, как стать святой Энджи и королевой благотворительности, актриса вела себя весьма экстравагантно. Она целовала своего брата, носила на шее пузырьки с кровью, заявляла о своей бисексуальности. У неё нет друзей в Голливуде, она создаёт тренды. Раздражает, будоражит, приковывает взгляды, но никого не оставляет равнодушным. Как живёт и чем сейчас занимается Анджелина Джоли и её дети? Как она строит новый бизнес, а её бывший – новые отношения? В чём Брэд Питт и Анджелина Джоли обвиняют друг друга? И кого из них поддерживают их дети? Подписывайтесь на канал и смотрите, ведь от этой пары сложно оторвать взгляд. Анджелина Джоли – одна из самых известных звёзд Голливуда. Интерес к её персоне феноменален. Что бы она ни делала, это всегда привлекает много внимания. Она очаровывает публику уже более двух десятилетий. Вот только в последние пару лет её имя всё чаще вспоминают в связи с судебными разбирательствами с Брэдом Питтом. Последняя картина, в которой она снималась, «Те, кто желает мне смерти», вышла в 2021 году и достаточно скромно прошла в прокате. Её гуманитарных инициатив и благотворительных проектов тоже стало меньше. В прошлом году актриса покинула пост спецпосланника Вон по делам беженцев, который она занимала более 20 лет. Недавно она высказалась о войне на Ближнем Востоке, открыто поддержав Палестину, это её заявление поддалось массовой критике. Интересно, как такие заявления повлияют на карьеру актрисы в Голливуде? И как на это отреагируют продюсеры фильма, в котором она сейчас снимается? Несколько недель назад появилась новость, что Анджелина Джоли сыграет главную роль в биографической драме «Мария». Сюжет расскажет яркую и трагическую историю жизни величайшей оперной певицы 20 века Марии Каллас. Её называли самым сильным сопрано своего времени. Певица была безумно влюблена в миллиардера Аристотеля Анасиса, но он предпочёл ей вдову президента США Жаклин Кеннеди. Джоли называет это ролью своей мечты и, похоже, не боится, что её зовут на таких возрастных героинь. Времена, когда она играла сексуальных красоток уже позади. Теперь пришло время глубоких и характерных персонажей. Когда в интернете появились фото и видео со съёмочной площадки, пользователи тут же разделились на два лагеря. Одни восхищались образами и писали, что с нетерпением ждут премьеру, другие раскритиковали выбор актрисы, аргументируя тем, что Джоли не похожа на Марию Каллас по типажу, а грим и костюмы не помогли её перевоплощению. Как бы ни старались стилисты, мы видим только Джоли. У неё с Каллас ничего общего, это разные типажи женщин. Не вижу Каллас, вижу губы. Она не справится с этой ролью. Вообще мимо, лучше бы Пенелопу Круз взяли или Леди Гагу. Джоли во всех фильмах просто Джоли. Так сейчас выглядит большинство комментариев. А что вы думаете про такой каст? Как вам выбор актрисы на эту роль? Пишите в комментариях. Во время съёмок к актрисе присоединились её сыновья, 22-летний Мэддокс и 19-летний Пакс. Сейчас старший сын Джоли Мэддокс учится в университете в Южной Корее на факультете биоинженерии. Ранее он говорил, что планирует связать жизнь с наукой. Но похоже его всё больше влечёт кино. Он работал стажёром во время съёмок фильмов «У моря», и сначала они убили моего отца. Джоли выступала в них в роли режиссёра. Сейчас он всё чаще помогает матери на съёмках. Сын Пакс тоже всё больше интересуется кино. В 16 лет парень увлёкся фотографией и изучением актёрского мастерства. Он окончил колледж в 2021 году, но решил не присутствовать на выпускной церемонии, чтобы избежать повышенного внимания папарацци. Сейчас Пакс идёт по стопам своих знаменитых родителей, он принимал участие в съёмках документального фильма о столкновениях в Камбодже. И как и старший его брат, работал ассистентом на съёмках у мамы. Недавно его заметили на свидании с актрисой из «Американской истории ужасов» Кармен Бланшар. Дети выросли, и из-за отсутствия в последнее время романов у звёздной мамы, папарацци теперь обсуждают отношения её наследников. Кстати, на прошлой неделе имя Пакса появилось во всех СМИ. Daily Mail опубликовала скрин-сторис из его закрытого инстаграм-аккаунта. Якобы, ещё в 2020 году Пакс жёстко поздравил Пита с Днём Отца, назвав его засранцем мирового класса, заставляющим своих детей дрожать от страха. Он разместил фото Бреда Пита и написал. «Ты превратил жизнь самых близких людей в постоянный ад. Правда когда-нибудь вылезет наружу. С Днём Отца, грёбаный ужасный человек. Ты снова и снова доказываешь, что ты презренный человек. У тебя нет ни капли уважения к своим детям, которые дрожат в твоём присутствии. Ты никогда не поймёшь, какой ущерб нанёс моей семье». Daily Mail утверждает, что страница действительно принадлежит Паксу Джоли Питу. Поклонники отказываются верить, что Пит мог быть деспотичен по отношению к своим детям и любимой женщине. К слову, кроме семьи, о дурном характере и жестокости Пита, больше никто никогда не заявлял. А вот Дженнифер Энистон в одном из своих интервью сказала, что после развода с ней он очень изменился, стал раздражительным и начал злоупотреблять спиртным. Напомним, в 2019 году развод между Питом и Джоли был официально завершён. Но судебные разбирательства продолжились, адвокаты Пита добивались права опеки над детьми. Актриса была против этого и настаивала на единоличной опеки. Брэд выиграл дело в 2021 году, но его бывшая подала встречный иск. Она уличила Брэда в неуплате алиментов. В феврале 2022 года Джоли обвинила бывшего мужа в домашнем насилии и заявила, что может предоставить доказательства в поддержку своих слов. Также продолжились их разногласия по поводу совместного имущества. Пит обвинил бывшую жену в тайной продаже недвижимости. Пара ссорилась из-за французского виноградника площадью 1000 акров и замка Мироваль, в котором они поженились в 2014 году. Каждому принадлежало 50% собственности, но Джоли продала свою долю, не позволив Питу её выкупить. Он утверждал, что она сделала это из мести. В итоге в августе этого года они завершили судебный процесс. Джоли уступила к супругу и согласилась пойти на урегулирование иска по делу о винодельне Шато Мироваль. Актриса приняла такое решение из-за огромных издержек. Инсайдер из близкого окружения актрисы заявил. Переговоры были мучительными. Они потратили так много денег на эти судебные разбирательства, включая борьбу за опеку, что Энджи в конечном итоге могла разориться, поэтому для неё было разумно сократить потери. Это огромная победа для Брэда. Также актёр передал бывшей супруге 250 миллионов долларов за полный контроль над виноградником Шато Мироваль. Кстати, в этом живописном месте посреди виноградников он устроил роскошную студию звукозаписи. Джоли намеревается работать вместе с организациями, поддерживающими беженцев. Она предпочитает работать не со знаменитыми стилистами, а спортными. Я не хочу быть маститым модельером. Я хочу построить дом, чтобы другие люди могли стать такими. Цены здесь будут весьма демократичные, стоимость индивидуального пошива будет начинаться с 300 долларов. А услуги по ремонту всего от 10 долларов. Кстати, на обложке Анжелина в платье от собственного бренда. Для своего ателье она выбрала культовое место – дом под номером 57 по Грейт Джон Стрит в Нью-Йорке. Энди Уорхол купил это двухэтажное здание в 1970 году, а 10 лет спустя сдал второй этаж своему другу – художнику Жану Мишелю Баски. Сейчас фасад почти полностью покрыт граффити. Кажется, что каждый уличный художник в Нью-Йорке отдал дань уважения художникам, которые здесь творили. Похоже, именно поэтому Джоли решила так обыграть фото для обложки и разукрасила платье краской из аэрозолей. Я думаю, что отчасти ателье Джоли также оказало на меня терапевтическое воздействие. Работать в творческом пространстве с людьми, которым вы доверяете, это заново открывать себя. Место для ателье нашла ее дочь Захара. Она и Пакс активно участвует в этом проекте. По словам Джоли, идея создания ателье родилась из желания напрямую обсудить темы самопрезентации и идентичности. Я не говорю детям, как одеваться. Никто не должен никуда идти, если не хочет, а если не хочет наряжаться, то и не обязан. Но когда ее дети решили нарядиться на премьеру ее фильма Марвел «Вечные» в Лос-Анджелесе, Джоли решила превратить их появление на красной дорожке в эксперимент. Она собрала вещи из своего шкафа и предоставила детям возможность выбирать. Захара выбрала великолепное платье Элиса Аб, расшитое бисером. А Шайла тогда надела новую версию бежевого сарафана своей матери. Правда, тогда это заметили не все, потому что вещь была перешита практически до неузнаваемости. Похоже, звездное семейство поддерживает тренд по разумному потреблению, и платье мамы активно донашивают и перешивают ее дочери. Стиль самой актрисы всегда лаконичен и безупречен, и преобладает в нем в большей степени классическая цветовая палитра. Ее кажущееся нежелание выставлять себя на показ только способствует нынешнему интересу ко всему, что связано с трендом «Тихая роскошь». В стиле актрисы много монохромных образов. Любимым цветом знаменитости является черный. Анжелина часто выбирает black total look. Своим детям она разрешает самовыражаться и ничего не запрещает. Она считает, что одной из важнейших частей ее родительского подхода является отношение к своим детям как шести очень индивидуальным людям. Детей Джоли и Пита почти нет в социальных сетях, поэтому интернет-пользователям не удается наблюдать за их жизнью. Родители актеры воспитывали наследников по правилам, которые являются чуждыми для официальной педагогики. Известно, что никто из них никогда не ходил в школу, учителей приглашали на дом. У них не было четкого графика, домашних заданий и контрольных. Они изучали только то, что им было интересно. Я считаю, что мы живем в другую эпоху, в которой школа и современное образование не смогли догнать или адаптироваться к потребностям этого нового мира. Вместо дурачества в классе я бы предпочла, чтобы они пошли в музей, научились играть на гитаре или прочитали книгу, которая им нравится. Я пытаюсь сбалансировать своих детей, чтобы они могли справиться с любой ситуацией, которая может возникнуть в их жизни. Они очень универсальны. Они могут переночевать в дорогом отеле Нью-Йорка и думать, что это здорово, а могут оказаться и посреди Кении. В палатке, без телевизора и ничего, они все равно будут счастливы. И Анджелина, и ее бывший муж Брэд придерживались философии, позволяющей своим шестерым детям есть все, что они хотят. Мы стремились к тому, чтобы дети вели обычную жизнь, позволяя им делать то, что мы все делали, когда были детьми, например, есть шоколад или пакет картофельных чипсов. Если они захотят мороженое на завтрак, они его получат. Анджелина считает своим приоритетом вырастить счастливых людей, а не просто правильных для общества личностей. Как родители, мы не можем помешать нашим детям испытывать боль, душевную боль или потерю, но мы можем научить их, как лучше пережить это. Я думаю, дети должны иметь возможность сказать, вот кто я, и вот то, во что я верю. Я определенно не хочу, чтобы они стали людьми, которые ведут себя идеально и говорят только то, что уместно, потому что так надо или так говорят другие или я. Им предстоит самостоятельно найти, кто они на самом деле. Также она учит своих детей ценить не материальные ценности, а эмоции и смыслы. Я вообще-то не склонна привязываться к вещам и к материальному, но есть одна вещь, которая мне очень ценна – это сумочка, где хранятся наши с детьми паспорта, и американские, и французские, и вьетнамские, и эфиопские, и мои документы ООН. Это своего рода символ нашей семьи. Она верит, что с таким подходом ее шестеро детей смогут увидеть и понять истинное значение мира. Я думаю, что мои дети узнали больше о проблемах общества друг от друга, переживая друг за друга. Они из разных слоев общества, они не отрицают различия, они прославляют разнообразие. Мы ездим в их страны, проводим время в их странах. Шайло, например, изучает язык страны Мэддокса, а Вивьен хочет жить в стране Захары. Так что то, что они родом из одного места, не означает, что это все, что их характеризует. Многие сейчас восхищаются ее материнством, цитируют ее слова «воспитание». Тем не менее, какой бы теплой и домашней она не стала в последние годы, прежде чем стать мамой, она совершила несколько довольно сумасшедших поступков. До того, как сойтись с Брэдом Питтом, Анджелина Джоли была фигурой достаточно противоречивой и дикой даже по голливудским меркам. В молодости я была мрачным панком, а не популярной девочкой. Я ходила по комиссионным магазинам, резала вещи, прожигала в них дырочки сигаретами. Такой я была, будучи подростком. И я не променяла бы эту часть себя ни на что на свете. Возможно, именно эта часть меня всегда дает отпор. В 14 лет она мечтала стать либо моделью, либо распорядителем похорон. В подростковом возрасте Анджелина страдала от депрессии, членовредительства, а также перепробовала множество запрещенных препаратов. У нее были различные домашние животные рептилии, в том числе змей. Еще одним странным хобби для хрупкой девушки была любовь к холодным оружию, она собрала диковинную коллекцию ножей. До того, как стать святой Энджи, актриса прошла через фазу легкого публичного безумия. Она целовала своего брата, носила на шее пузырьки с кровью, заявляла о своей бисексуальности и вела себя весьма экстравагантно. И хотя это произошло несколько десятилетий назад, ее самые большие критики любят приводить ее прошлое как пример ее истинной натуры. Говорят, у нее сложный характер, и она тяжело сходится с людьми. Доказательством этого, есть тот факт, что у нее совсем нет известных друзей в Голливуде. Друзей у нее нет, а вот поклонников всегда было много. Не все знают, что Анджелина Джоли была замужем трижды. И все отношения с будущими мужьями начинались у нее на совместных съемках. В 1996 году Джоли в первый раз вышла замуж за Джон Нилли Миллера. Они познакомились на съемках фильма «Хакеры». По сюжету им предстояло сыграть любовников, и актеры отлично справились с этой задачей. «Ты мне бросаешь вызов?» «На твоих условиях». «Если я выиграю, ты станешь моим рабом». «А если выиграю я?» «Мечтать не вредно». «Ты придешь на свидание». «Я не хожу по свиданиям и никогда не проигрываю. Поэтому ты уже мой раб». Они так увлеклись, исполняя любовь на экране, что спустя два года после знакомства Джон не сделал Анджелине предложение. Свадьбу Анджелина отмечала не в традиционном свадебном платье, а в футболке, на которой кровью было написано имя мужа – Джонни. Подписи в свидетельстве о браке они тоже поставили кровью. Актриса верила, что это свяжет их навсегда. Увы, сила крови не сработала. Уже через год пара разошлась, еще через два официально оформила развод. Они остались хорошими друзьями и признались, что оба были слишком молоды, и брак был необдуманным шагом. В этот период Джоли получила первое признание, сыграв роль, которая до сих пор остается одной из ее лучших. «Вы, девочки, все ненавидите Джию, потому что она намного красивее вас. Вы такие скучные, она такая волнующая». Это работа в биографической картине Джи, рассказывающей о драматичной жизни супермодели 70-х Джи и Мари Каранджи, погибшей от спида в 26 лет. Судьба модели, живущей по принципу «Живи быстро, умри молодым» была слишком похожа на ее собственную. Анджелина сыграла на грани, не жалея эмоций, и за эту роль актриса получила золотой глобус. К образу бунтарки и плохой девчонки, в котором Анджелина всегда была хороша, она вернулась спустя год, сыграв в картине «Прерванная жизнь» девушку Люси, стервозную постоялецу психиатрической больницы. Во время съемок Анджелина Джоли избегала любого общения с Вайноной Райдер. Она утверждала, что если бы она увидела в Вайноне, что-то человеческое, она не смогла бы так же эффективно сыграть роль социопатки Лис Роу. Почему? Где Джейми? Я не знаю, о чем ты говоришь. Соплячки. Вы дерьмовые соплячки. Вы все дерьмовые соплячки. Вы жертвы, сумасшедшие. Что? Нет, нет. Лил, пожалуйста, убери руки. Нет, нет. 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 В одном из интервью Джоли сказала, что искренне считала себя единственным здравомыслящим персонажем во всем фильме, и именно так она его играла. На самом деле я почти расстроилась, когда люди сказали, что я так хорошо играю сумасшедшую, потому что я никогда не думала, что она сумасшедшая. Она была просто невероятно честна, что я думаю, заставляла ее казаться сумасшедшей. За эту роль актриса получила свой первый и пока единственный Оскар. А также премию «Золотой глобус» за лучшую женскую роль второго плана. На церемонии кинопремии она сделала очень странный поступок. Джоли поцеловала своего брата в губы по-французски. Шока добавили ее слова. Она заявила, что очень влюблена в своего брата. Что это было неуместный приступ радости от полученного Оскара? Или она не до конца вышла из роли? Неясно, но эти поцелуи на красной дорожке заставили многих в то время размышлять об их отношениях. В 2000 году Анжелина завязала роман с Билли Бобом Торнтоном. Ей тогда было 25 лет, Биллу – 45. У пары были интересные романтические жесты. Они оба носили на шее пузырьки с кровью друг друга. Учитывая предыдущий опыт Джоли, мы подозреваем, что эта фишечка – это была, скорее всего, именно ее идея. А также они сделали тату с именами друг друга. Отношения пары начались на съемках фильма «Управляя полетом». Спустя пару месяцев они поженились в Лос-Вегасе. Свадебного платья снова не было. Она была в джинсах, он в бейсболке. Анжелину тогда впервые публично обвинили в краже мужчины у другой женщины. Оказалось, Билли Боб бросил невесту ради Джоли. Когда они познакомились, он был помолвлен с актрисой Лорой Дерн. Она тогда заявила. «Я уехала из дома, чтобы работать над фильмом, и пока меня не было, мой суженый женился. После того, я больше никогда о нем не слышала». С Билли она усыновила своего первого ребенка. Коротко напомним. Мэддокс старший сын Джоли родился в Камбодже. Анжелина забрала малыша из детского дома в 2002 году, когда ему было всего 7 месяцев. Тогда она работала над фильмом «За гранью». Брак Джоли и Торнтона продержался 3 года. Ни кровь, ни амулеты не помогли сохранить отношения. В 2003-м они развелись. Причиной разрыва послужила разница в образах жизни экс-супругов. В одном из интервью Билли намекнул на слишком активную деятельность актрисы в рамках сотрудничества с ООН и чрезмерную тягу к власти. После того, как они расстались, Джоли стала единоличным опекуном Мэддокса. После развода в карьере актрисы начался период, когда она ушла в высокобюджетное кино. Она снялась в нескольких фантастических боевиках «Лара Крофт. Небесный капитан» и прочно закрепила за собой образ сексапильной супергероини, женщины-мечты для подростков, любящих компьютерные игры. В интернете в то время это были самые часто скачиваемые обои для рабочего стола. Сыграв Лару Крофт, Анджелина получила международную известность и стала самой высокооплачиваемой актрисой Голливуда. Ее уникальные черты лица покорили публику и превратили во всемирно признанную икону красоты. Она создала тренд на пухлые губы, который существует уже 20 лет. Женщины массово начали увеличивать себе уста, и пусть непропорционально, несразмерно и негармонично по отношению к их чертам лица, лишь бы губы как у Джоли. Косметологи со всего мира, в знак благодарности, должны держать фото Джоли в своем кабинете как амулет, привлекающий деньги, ведь этот тренд обогатил многих. Еще один тренд, на который она повлияла, это тату. Они являются неотъемлемой частью ее образа. Ее коллекция тату начала появляться очень давно и продолжает увеличиваться. На теле актрисы есть фраза на арабском языке, которая переводится как «сила и надежда». Фраза на итальянском языке, которую приписывают Галилею, и все-таки она вертится. Латинский перевод фразы «то, что меня питает, меня и убивает». Возможно, эти слова связаны с анорексией, от которой раньше страдала актриса. Есть тату с координатами места рождения ее детей. Буква Х на запястье. Джоли сказала, что это тату она посвятила брату Джеймсу Хэйвену. На пояснице находится тату с изображением дракона и бенгальского тигра. Эти изображения символизируют буддийский амулет, защищающий от негативной энергетики. Еще один символический рисунок расположился на левой лопатке. Тату изображает текст буддийской молитвы. В районе основания шеи у нее татуировка с названием песни «Знай свои права». Еще одной надписью, расположившейся на левой руке актрисы, стала цитата из пьесы «Молюсь за диких сердцем», которые заключены в клетках. Маленькую татуировку в виде буквы «М» на руке знаменитость делала в память о матери, которая умерла от рака. Тату с числом 13 она нанесла на внутреннюю поверхность левой руки, чтобы показать, что она не склонна к суевериям. Затем цифра была дополнена другими знаками. Сейчас эта тату означает дату первой речи Уинстона Черчилля в качестве премьер-министра. Джоли выбрала рисунки на теле одним из способов самовыражения, демонстрации мыслей и мировоззрения. Недавно поклонники заметили у нее новую минималистическую татуировку на среднем пальце левой руки. Но не все рисунки на ее теле навечно. После развода с Билли Бобом, ей пришлось выводить татуировку с именем бывшего, чтобы не мозолило глаза будущему. Им ненадолго стал Колин Фаррелл. Они познакомились на съемках фильма «Александр». Она играла его мать. Коллеги на съемках говорили, что между актерами нечто больше, чем дружеские и рабочие отношения. Искру между ними было сложно скрыть. Но актриса быстро закончила эти отношения и увлеклась новыми. Одну из главных ролей в этом фильме исполнил Джаред Лето. С ним у Джоли тоже случился кратковременный роман. С лета они были знакомы давно. Впервые встретились еще во время съемок фильма «Прерванная жизнь». Расстались они быстро и мирно. Отношения между экс-любовниками сохранились теплые. Все эти интрижки были кратковременными. А вот следующие длительные отношения были у нее с Брэдом Питтом. Когда их роман только начался, он был главной мишенью объективов голливудских папарацци. И не только потому, что ее партнером стал один из самых высокооплачиваемых и красивых актеров Голливуда Брэд Питт, но и потому, что он на тот момент был женат на звездителя сериала «Друзья» Дженнифер Энистон. Пресса опять объявила Анжелину той другой женщиной и причиной развода. Актриса получила огромное количество негативных отзывов в свой адрес. Конечно, встречаться с женатыми мужчинами – это дурной тон, тем более это уже был второй случай подряд у Джоли. Но такое количество нападков на нее и все эти заголовки в стиле «Она украла Брэда Уэнистон» тоже несправедливы. Не в обиду Дженнифер, но нужно отметить, что именно Брэд Питт дал клятву не изменять ей, а не Анжелина. Но несмотря на это, его осуждали гораздо меньше. Питт и Джоли впервые встретились на съемках своего первого совместного фильма «Мистер и Миссис Смит». И как часто случалось у Джоли, она закрутила роман с партнером по съемкам. В фильме они сыграли роли мужа и жены. Магнетизм пары был феноменален, успех картины тоже. Но на тот момент Джоли и Питт упорно отказывались комментировать на публике характер своих отношений, хотя все мировые таблоиды и интернет-сайты были переполнены их совместными фотографиями. К моменту завершения фильма слухи о расставании Брэда и Уэнистон были во всех заголовках, и пара таки подтвердила развод. Это стало настолько резонансным событием в мире шоу-бизнеса, что в универмаге в Лос-Анджелесе, а потом и по всему миру продавались футболки и бейсболки с надписями «Команда Уэнистон» и «Команда Джоли». Такие носили даже знаменитости. Пишите в комментариях, из какой вы команды. Пресса тогда выставляла их как антиподов. В одной из своих статей газета The Times так рассуждала о лагерях двух голливудских знаменитостей. В конце концов, никому не хочется быть в лагере Энистон. В отношениях с Питтом она была слезливой, глупой и слабой. Закройте глаза и представьте себе Рэйчел, которую Энистон играла в друзьях. Что вам вспоминается? Плюшевые мишки, скрэббл и тюлевые занавески. В то же время при воспоминании о новой подружке Пита Анджелине Джоли на ум приходят мотоциклы, черные кожаные сапоги, пухлые губки и кое-что еще, о чем не принято говорить. В Энистон есть нечто не столь затейливое, не столь претенциозное. Она не усыновляет африканских детишек, не ездит с миссией он в Трандистан. Это просто славная девушка в свитере, который ей немного великоват, способная расплакаться во время интервью с журналистом. Для людей весьма характерно в случае звездного разрыва вставать на сторону того из супругов, кому они сочувствуют. И поддержка Дженнифер Энистон в том случае была грандиозной. А главной причиной, по которой большинство людей ненавидят Анджелину, по-прежнему является тот факт, что она увела Пита. Но Джоли хорошо знала, как поднять рейтинги. Она усердно работала над своим публичным образом королевой благотворительности. И стала активно привлекать к этой работе Пита. Они зачастили в лагере беженцев, бедные африканские страны, жертвовали деньги, устраивали благотворительные аукционы. Брэд лично разгружал гуманитарку, организовал жилищный проект для жертв урагана Катрина. Джоли продолжала работать послом доброй воли он. Кроме этого, Брэд усыновил старшего Мэддокса. А в 2005 году они взяли в семью дочь Захару. Девочка родилась в Эфиопии. Актриса встретила ее, когда была в этой стране, как посол доброй воли при Комитете по делам беженцев фон. Тогда знаменитости сообщили, что мать Захары умерла. Однако потом выяснилось, что это была ложь. Через два года женщина объявилась. Она заявила, что отдала на время Захару в приют и потребовала вернуть дочь. Конфликт уладили с помощью гонорара. В настоящее время старшая дочь учится в престижном колледже свободных искусств, Блэк Спеллман в Атланте, штат Джорджия. Джоли во время своего первого визита в кампус опубликовала фото в Инстаграм и написала, что очень гордится дочерью. Захара также увлекается творчеством. В 2019 году она создала собственную лимитированную ювелирную коллекцию. Серьги и браслет из этой коллекции она надевала на премьеру Малефисенты. В 2006 году в Намибии у пары родилась дочь Шайло. Она стала первым биологическим ребенком Джоли и Пита. Первые снимки новорожденной дочери влюбленные продали журналом People и Hello за 10 миллионов долларов. На тот момент это была самая большая цена, заплаченная за всю историю за снимки знаменитостей. Деньги они пожертвовали Юнисеф. Но не только деньги были условием. Одним из требований Джоли было то, что в публикациях не будут использовать унизительное слово «бранжелина». А главная тема статьи должна быть сосредоточена на гуманитарных усилиях и благотворительности Энджи. Важно помнить, что все это произошло после шумихи вокруг расставания Пита и Энистон, и Анджелина увидела возможность использовать прессу себе во благо. Шайло в два месяца поставила еще один рекорд, двухмесячная девочка стала первым в истории ребенком, чья восковая фигура была установлена в знаменитом музее Мадам Тюссо. На тот момент посетители музея могли сфотографироваться на фоне звездного семейства за один доллар. Все деньги были перечислены в детский фонд ВОН. Девушка с рождения была предметом охоты всех папарацций. Хотя оно и понятно, когда твоя мама Анджелина Джоли, а папа Брэд Питт, будь готов, что внимание будет повышенным. На сегодняшний день 17-летнюю Шайло можно назвать самым известным ребенком пары. Долгое время ходили слухи, что наследница хочет поменять пол, и даже выбрала себе мужское имя Джон. Анджелина и Брэд не пытались как-то повлиять на дочь и позволяли ей самовыражаться, послушно называя Шайло мужским именем. Однако предполагаемой гормонотерапией помешала пандемия коронавируса. Посидев в больше года, дочь Джоли передумала становиться мальчиком. Два года назад девушка отказалась от мужской одежды и короткой стрижки, и красавицу все чаще стали замечать в платьях. Она мгновенно покорила публику, полные губы, большие глаза. Она очень похожа на маму с ее уникальными чертами лица. Ей сразу стали пророчить модельную или актерскую карьеру. У нее уже даже есть небольшая фильмография. В 2008 году, еще будучи двухлетним ребенком, она сыграла дочь экранного героя Брэда Питта в фильме «Загадочная история Бенджамина Баттона». В 2016 Шайло озвучила панду Шуайшуай в анимационной комедии «Кунг-фу Панда 3», где главную роль озвучивала ее мама. Уже сейчас девушка получает предложение работы от известных модельных агентств, поэтому не исключено, что скоро мы увидим ее в самых громких рекламных кампаниях. Еще она изучает иностранные языки, учится играть на музыкальных инструментах. Уже несколько лет она профессионально занимается танцами и делает успехи в хип-хопе. Когда первое видео попало в сеть, оно сразу же стало вирусным. Полгода назад Шайло начала встречаться с таинственным бойфрендом, но она так ревностно охраняет свою личную жизнь, что СМИ не удалось выяснить имя парня. В 2007 году во Вьетнаме Джоли усыновила второго сына Пакса, на тот момент мальчику было 3 года. Брэд усыновил его позже в США, поскольку неженатой паре было трудно усыновить ребенка во Вьетнаме. Самые младшие дети Джоли и Пита, двойняшки сын Нокс и дочь Вивьен родились во Франции в 2008 году. Пока Пит был в отъездах и колесил между кинофестивалями, чтобы продвигать свои фильмы, Анжелина с тех пор, как у них появились близнецы, оставалось почти в уединении дома. В 2012 году начались съемки фильма «Малефисента». По словам режиссера, Джоли была первым, мгновенным и единственным выбором на роль темной феи. Вместе с мамой в фильме сыграла младшая дочь Вивьен. Девочку взяли на роль принцессы Авроры, будущей спящей красавицы, в детстве. Анжелина рассказала, что ее взяли по одной причине – она была единственным ребенком, который не боялся Джоли в гриме с рогами и клыками. Мрачный костюм отпугнул многих детей на кастинге. А Вивьен прекрасно чувствовала себя на съемочной площадке и воспринимала все как игру с мамой. Поддержать малышку в день съемок пришел отец и брат с сестрой. Маленькая роль была предусмотрена и для их шестилетней сестры Шайла, но последняя не появилась на экране, поскольку в свой съемочный день была не в настроении и отказалась сниматься. Энджи утверждала, что согласиться на главную роль ее убедил брат Джеймс. Кто бы мог подумать, но актриса говорила, что это была ее самая сложная роль за всю карьеру. Мне делали очень сложный и долгий грим, чтобы я была страшноватой и жутковатой. Но мне нравится эта роль. В каждой женщине есть что-то от колдуньи. И то, что она защищает себя очень агрессивно, не означает, что она не обладает другими, более теплыми качествами. Хотя дети меня очень боялись, один мальчик на съемках даже сказал своей маме, пожалуйста, попроси эту злую ведьму не говорить со мной. Благодаря своему звездному статусу Анжелина принимала участие в разработке всего, что касалось образа героини, от грима до костюмов. Команду по нанесению пластичного грима возглавлял семикратный лауреат премии Оскар Рик Бейкер. Несколько специалистов занимались исключительно накладными рогами и ушами Малефисенты. Другие гримеры тратили каждое утро по несколько часов на нанесение грима остальным персонажам. Рога колдуньи были выполнены из полиуретана, достаточно легкого, но при этом очень прочного материала. Чтобы пластические накладки в точности соответствовали изгибам лица Анжелины Джоли, гримеры сначала сделали слепок головы актрисы и отлили гипсовый бюст. Его использовали впоследствии, чтобы подгонять резиновые накладки на скулы и уши. Процедура наложения сложного пластического грима занимала ежедневно около четырех часов. За съемки в Малефисенте Джоли получила гонорар в размере 15 миллионов долларов. Это позволило ей стать, на тот момент, самой высокооплачиваемой актрисой по версии журнала Forbes. Фильм стал самым успешным в коммерческом плане для Джоли. Он собрал в прокате почти 760 миллионов долларов. В личной жизни тоже все шло хорошо. После семи лет совместной жизни Джоли и Пит объявили о помолвке. В 2014 году звездный дуэт обменялся свадебными обетами на юге Франции в маленькой часовне Шато Мироваль, старинного замка, принадлежащего паре с 2012 года. На камерной церемонии присутствовали только члены семьи и близкие друзья пары. Свидетельство о регистрации брака Анжелина Джоли и Брэд Пит получили заранее в Калифорнии. Актеры рассказали, что свадьбу они готовили всей семьей. Торт решили не заказывать, его испек пакс. Подушечки для калец шили дети, а Нокс, которому поручили нести кольца к алтарю, неделю тренировался с желудями. Мама Брэда Джейн Пит собрала цветы и сделала из них букет. Платье невесты было от Версачи. Над созданием наряда работал модельер дома Луиджи Масси, а также шестеро детей Джоли и Пита. Дизайнер перенес детские рисунки, разнообразные цветы, веселых человечков и прочие милые изображения на подол платье и фату невесты. Сразу после свадьбы стало известно, что пара заключила жесткий брачный контракт. В случае измены Пита, он лишается права совместной опеки над их детьми. После свадьбы в карьере Джоли начались изменения. Она перестала сниматься в боевиках-блокбастерах в пользу зарубежных фильмов, которые снимала сама. Фильмы не имели большого успеха, но они рассказывали истории, которые, по ее мнению, заслуживают того, чтобы их рассказали. Когда дело дошло до ее фильма «У моря», который она написала, срежиссировала и в котором они вместе с Брэдом сыграли главные роли, она сказала. Брэд и я познакомились, работая вместе, и мы хорошо поработали. Я хотела, чтобы мы снова вместе проделали серьезную работу. Я подумала, что это будет хороший способ для нас пообщаться. В каком-то смысле этот фильм многому нас научил. Учитывая, что пара развелась год спустя, теперь все это звучит грустновато. Скорее всего, она пыталась воссоздать волшебство, которое было у нее и Брэда на съемках «Мистер» и «Миссис Смит», но она создала совсем другой фильм, который, к сожалению, не смог повторить ту магию и химию. Ты просто ничтожество. И пьяница. Иди к черту. Надеюсь, к моему возвращению ты уже вырубишься, и мне не придется слушать всякую чушь. Со временем начали ходить слухи, что Пит все реже ночует дома, а вскоре пара и вовсе разъехалась. В конце отношений они часто ругались и скандалили даже при детях. В итоге, всего через два года после свадьбы, они заявили о расставании. Джоли подала документы на развод с Питом в 2016 году. Слухов о причинах развода было много. Среди версий – измена. Пит возвращается к Энистону. У Джоли нездоровые отношения с братом. Джоли хочет продолжать усыновлять детей, а Пит против. Брэд начал злоупотреблять алкоголем. У Джоли невыносимый характер. Но пара никак не комментировала все эти домыслы и свой разрыв. А это множило еще больше слухов и предположений. Смерть Бранжелины была шоком для общественности. Основная версия развода была связана с дракой, которая вспыхнула в частном самолете. Джоли обвинила Пита в физическом нападении на нее и их детей во время полета. На борту самолета отец семейства якобы вступил в пьяную ссору со своим сыном-подростком Мэддоксом и поднял на него руку на глазах у других детей. Тогда Джоли подала на развод, сославшись на непримиримые разногласия, и попросила о физической опеке над общими шестью детьми пары. После этого против Брэда было начато расследование ФБР по обвинению в жестоком обращении с детьми. Первоначально Энджи хвалили за защиту своих детей. Но после того, как расследование оправдало Брэда от любых правонарушений, а аудиозапись полета не показала, что произошла драка, многие подумали, что Джоли пыталась опорочить его имя из злого умысла. Один из друзей Пита заявил СМИ. Энджи все время была хитрой и манипулятивной. Ее святой образ – это фасад. Неважно, сколько благотворительной работы вы делаете, если вы вбиваете клин между отцом и его детьми, вы – Дера. И хотя ни один отец не должен быть изолирован от своих детей, люди забывают, что большинство его детей, особенно сыновья, долгое время сами не хотели видеть папу. Также подозрительно, что даже спустя два года после происшествия с самолетом, Брэду все еще не разрешали посещение детей без присмотра. Старший сын Мэддокс давал показания в суде. Он был настроен негативно по поводу Пита и даже не захотел носить его фамилию, оставив только Джоли. Несмотря на то, что обвинения с актера были сняты, он сам прокомментировал инцидент в самолете и признался в интервью журналу People. «Был спор между родителями и детьми, который не был решен должным образом и обострился сильнее, чем следовало бы. Но дело не доходило до уровня физического насилия, никто физически не пострадал. Я не бил своего ребенка по лицу, я наложил на него руки, да, потому что противостояние выходило из-под контроля». Позже он также признался в интервью Джей Кью, что у него проблемы с алкоголем, который беспокоит его уже много лет. Джоли о причинах развода говорит так. «Пережить развод очень сложно для всех детей, но ситуация становится еще сложнее, когда средства массовой информации постоянно распространяют слухи и говорят об этом. Я рассталась ради благополучия своей семьи. Это было правильное решение. Я продолжаю заниматься их исцелением. Некоторые воспользовались моим молчанием. Дети видят ложь о себе в СМИ, но я напоминаю им, что они знают правду и у них есть свое мнение». После развода к ней переехал брат Хэйвен, чтобы поддержать и присматривать за шестью нянями детей, выступая в качестве главной няни в семье. Однако такая договоренность продлилась недолго, и через полгода Джоли фактически уволила брата с этой роли. С тех пор они отдалились друг от друга. После развода у Джоли не было громких романов, поклонники внимательно следят за ее личной жизнью, но там пока полный штиль. Несколько лет назад были слухи, что актриса планирует снова сойтись с бывшим супругом Джонни, но они заявили, что у них хорошие отношения, и они просто друзья. В одном из интервью она намекнула, что встречается с мужчиной не из мира шоу-бизнеса. Им оказался агент по торговле недвижимостью. Но она тут же добавила, что серьезным романом это считать нельзя. Пресса также писала о ее свидании с канадским рэпером Викентом. Артист даже познакомился с детьми голливудской звезды. Но вскоре появилась информация о том, что их встречи носили чисто деловой характер. На все вопросы о личной жизни Джоли почти всегда отвечает одинаково, говорит, что главное в ее жизни – это дети, и именно им посвящено все ее время. То ли это удобное прикрытие, то ли найти второго Брэда Питта, даже в Голливуде непросто. Самая известная пара в мире рассталась давно, но истинные причины пока так и неизвестны. А вы верите, что всеобщий краш – домашний деспот? И как считаете, кому стоит верить в этой ситуации? Пишите в комментариях, истории каких звезд вы хотели бы видеть у нас на канале. Субтитры создавал DimaTorzok